Украинские суды признают военных и вынужденных переселенцев, пострадавшими от российской агрессии на Донбассе. Доказав вину в местных судах, люди подают иски в Европейский суд и уже там требуют финансовой компенсации. Детали расскажет Елена Миндалёк. Александр Коломойцев, луганчанин, сразу после начала боевых действий на Востоке пошел добровольцем на передовую. Сейчас воюет в судах. Слушания в Сватовском суде Луганской области продолжались 8 месяцев. Мужчина из-за АТО потерял работу и дом, который захватили боевики. Первый суд выиграл, доказав, что стал переселенцем из-за вооруженной агрессии. У меня имелось необходимые документы, которые были извлечены из моего дома. То есть это документы российских солдат, которые у меня находились в доме. Татьяна Сердюкова первой в Днепре доказала в суде, что в смерти ее сына Евгения виноваты не только боевики. Он погиб 31 июля 2014 года во время боев за город Шахтерск Донецкой области. Во многих регионах Украины суды уже признали факт агрессии Российской Федерации на востоке Украины. На очереди около 100 исков, как от переселенцев, так и от родителей погибших бойцов. Я думаю, что это как раз и будет приоритетом в деятельности этих людей, чтобы стягнули компенсацию на пользу пострадавших, на пользу батьев загибших, сам из Российской Федерации. Это также целиком возможно. В Европейском суде по правам человека уже есть несколько десятков исков от граждан Украины. Они требуют, чтобы Россия возместила нанесенный ущерб. Елена Менделюк, Евгений Коденцов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.